я решила выяснить совместимы ли серфинг и карьера и экспертом по этому вопросу я пригласила прекрасную машу всем привет у меня в студии вернее я в гостях у маши великовой маша основатель и дизайнер одежды бренда curly house что еще при тебя добавить ты можешь здесь вообще любую свою рекламу рассказать пару слов о себе но моя одежда мой бренд и и в целом все слоган который я несу это выносимая легкость бытия то есть нашими ты происходит огромное количество всего очень много негативного и всем кажется что легкость бытия на невыносимая а я пытаюсь показать что ну как бы есть и другая немножко страна и одежда это не просто какая-то оболочка или там какой-то футляр для нас а это символ и покупая вещь мы покупаем не просто футляр а мы покупаем наш образ мыслей и вот мой бренд а он как раз отображает что возможно в жизни и жить своей выносимой легкостью бытия свободой и в душе и счастье и как человек реализованный с точки зрения карьеры с точки зрения творчества и при этом катающийся вот мне интересно свое мнение совместимый или несовместимый серфинг и реализация и карьера то есть кто управляет там серфинг тобой или ты серфингом мне раньше казалось что можно преуспеть во всех делах быть идеальной и успешной но в какой-то момент я поняла что я классно катаюсь и мало работаю потому что серфинг отнимал все все время и после серфинга вот этот слоган sleep it surf он работает потому что даже не остается времени и сил на секс не то что на работа и какой-то момент я поменяла свои приоритеты сфокусировалась на работе начала больше зарабатывать реализовывать еще больше зарабатывать еще больше реализовывать и почувствовала себя действительно признанным художником а кататься стало намного хуже в данный момент я боюсь больших волн потому что давно в них никуда на них не каталась и который сейчас максимум раз в неделю что довольно таки для меня жалко но к сожалению вот в моем случае пришлось чем-то пожертвовать то есть получается что бренд у тебя он как бы про свободу про путешествия что в принципе достаточно созвучно с тем что серфинг пропагандирует но при этом у тебя в жизни получается что серфинг и развитие бренда пришлось сделать выбор между одним и другим да ну конечно пришлось делать выбор между одним и другим но это не значит что я перестала серфить я обожаю серфить это такая крутая активная медитация но серфинг очень сильно мотивировала вдохновил я и начала изначально делать одежду для серфинга начала делать купальники лайкры толстовки и разная одежда связанность за серф тематикой только это было 10 лет назад и потом уже немножко переходила на тематику одежда для жизни в большом городе расскажи чуть-чуть истории я получила диплом в университете и в это чем роганов до строгановки почему диплом строгановки на пятерочку неожиданно потому что было довольно скучновато учиться очень получила диплом сразу же упаковала вещи и тогда было довольно сложно понять куда ехать потому что информации в интернете было очень мало купила в авиакассах билеты во вьетнам потому что будет дешевле поехала сначала учиться на кайте кататься а потом приехала на бали и поняла что вот она хочу здесь жить тот момент и денег зарабатывала в москве продавая одежду делала эту одежду я на бали придумывал разрабатывала шила кстати и мне большими партиями возила с собой когда улетал спали в москву там продавала все эти вещи пиарила раскручивала свой бренд и опять улетала обратно болезни серфила вдохновлялась денег не зарабатывала так придумывала то что на вещи на которых я буду зарабатывать деньги в москве и такой план действий у меня был на протяжении нескольких лет я помню смешную историю когда у машины хватало килограмма в багаже она надевала на себя половину коллекции становилась на 20 килограмм тяжелее или возила так вещи было же такое да было я шила такие красивые сумки которые ну типа собой в самолет же можно взять личный багаж который по моему 8 килограмм я шила такие огромнейшие как баулы и я туда клала мне кажется килограмм 25 провозила с собой самолет и до москве продавала эти вещи и была королевой таможни получается ты много каталась серфинг был достаточно на приоритетном положении что у тебя в голове в твоей точке зрения поменялось что ты такого поняла что ты переключила приоритеты с серфинга на вот реализацию на карьеру я каталась раньше два раза в день там классно серфил и смотрю на свои видео даже не видится что я могла то я помню что в москве мне было лет двадцать восемь я ехала на машине и думаю блин я так много работаю мне до сих пор не известный художник и поставил себе в тот момент цель что если я в 30 лет не стану известным признанным художником то я забью на эту историю и уже попробую чем-то другим заниматься там меня не было какой-то стратегии плана я просто посознаетно поняла что мне просто нужно больше работать и до 30 лет я стала известным признанным художником а вот смотри когда ты начала меньше кататься и больше времени посвящать работе у тебя были какие-то моральные дилеммы из серии что вот что же я за серфер такой который мало катается но мне у меня нету ломки что же я за серфер такой потому что я понимаю что я не спортсмен у меня есть ломка что я пропускаю пропускай жизнь проходит мимо и так хочется посерфить и вот он сейчас момент того что можно пойти посерфить а я сижу здесь и работаю но я понимаю что намного больше буду страдать если я что-то не не дали зуб какую-то свою идею но здесь если мы сравним ощущение которые тебе дают серфинг и ощущения которые те дает работа получается что работа тебе больше приносит больше удовлетворения мне кажется если бы не было серфинга и мне моя работа не приносила бы такое удовлетворение серфинг дает огромное количество такого вдохновения так хочется серфить и кататься ты такой чувствуешь себя счастливейший после того как ты посерфил это действительно активная медитация в целом это как бы командная работа приношение счастья в нашу жизнь дело в том что ты чтобы например прям супер классно кататься и действительно получать удовольствие от серфинга тебе нужно очень много времени тренироваться и а если ты много тренируешься то у тебя не остается сил на что-то другое это не то что ты пошел там в зал позанимался час побежал побегал на по дорожке ты в любом случае можешь это сделать а серфинг ты хочешь получать кайф и ловить много волн наслаждаться и для этого тебе нужна практика чтобы практиковать снимаем тебе нужно много кататься много серфить и следовательно не остается сил на то чтобы стать тем каким ты хочешь реализовать себя такое получается нужно чем-то жертву тоже делать это ничего не делать понимать просто решить кто-то серфер или художник какой-то момент я мечтала быть серфером и я была серфером как бы ты сейчас оценила свой уровень думает стой ты считаешь что ты стала хуже кататься я стала намного хуже кататься я боюсь больших волн я боюсь разгребаться на большую волну потому что я знаю что у меня будет вайп-аут вайп-аут это вот опять полезный ехать к ванне зашивать на маленьких волнах все отлично катаюсь на больших волнах мне страшно и я уже не лезу и следовательно получается я купирую варианты когда у меня есть время покататься если свой большой то я не могу просто зайти в воду плюс еще конечно гормональные гормональные дела играют когда мне девам и девочки мы такие чего ты боишься я без понятия и чего-то боюсь я просто боюсь и тебе говорят там жриф нету там же еще там же воды много ты такой думаешь стоишь смотришь на этого парня и вообще не понимать что ты можешь просто бояться без какой-либо причины потому что у тебя в данный момент вот такой период гормонов это на самом деле супер важный момент что у девочек в зависимости даже ну от фазы цикла очень по-разному воспринимается вообще все происходящее по-разному реагирует тело а ты не хочешь на лонгборд перейти кататься не хочу потому что я довольно таки но давно катаюсь на шарте у меня я просто знаю технику катание на шарте а на лонгборде то опять тебе нужно заново всему учиться тебе нужно переучиваться я прекрасно понимаю что если я например поеду все три и через две недели постоянной практики я буду так также кататься как и раньше кстати к вопросу про страдания и переучивания есть у меня знакомая я на днях встретила на улдменсе каталась и он значит у него этот наколенник я говорю что у тебя случилось он говорит я вот типа только сейчас заново возвращаюсь в серфинг я не каталась с осенью там у него надорванные связки и он сказал что из того что он не может напрягать ногу он начал заново учиться и переучился в свече то есть прикинь какой уровень желания кататься нормально кстати ездит но здесь не так как в своей обычной стойке но плюс в том что когда ты типа переучиваешься ты уже умеешь ловить волны читать океан это как бы огромная часть обучения а технику на самом деле не так сложно чуть-чуть подправить здесь еще махи тоже катается на серфе это классно когда мы с ним вместе катаемся а для лонга и серого и шортборда все-таки немножко разные волны а тут уже такая семейная история что ты берешь мужа и идешь с ним катаешься и болтаешь скидры подрезаешь его и он опять ты меня дропнула а ты говоришь я же твоя жена могу делать что хочу или когда там волна не закрывается он тебя подталкивает но это немножко уже не в профессиональном виде спорта как раньше я это воспринимала что я хотела быть прям серфером и даже думала может быть в этих соревнованиях поучаствовать на которых никогда не успевал водать а в какой-то момент это даже приехала и был как раз все ржем и меня вова спросила почему ты не участвуешь я уже тогда сказала подсознательно так легко сказала я художник а не серфер и ну какой тот момент я принял что все приоритеты расставлены я думаю вообще какой же этот тупизм этот серфинг потому что выглядит ну просто люди взяли доску какую-то деревянную изначально начали на волнах кататься а потом таки а кто круче а кто правую ногу вверх правильнее поставит начали какие-то правила придумывать как ногу ставить как руку поворачивать просто из какого-то фана то же самое что не как мы в детстве катались среди на горке есть же этот марсиональный спорта бабслей что называется где они кто быстрее там не знаю какие-то стероиды себе колли чтобы чтобы на санках проехать быстрее вообще люди удивительные существа то же самое с серфингом если абстрактно так посмотреть серфинг он из фана превратился в соревнование есть только смысла вкладывается как правильно как неправильно кто-то переживает что ногу не туда поставил или он там подошел к концу доски а у него и нос зарылся я стала намного проще относиться я понимаю это как фан если я пошла покаталась даже не проехала волны как на видео показано ну как бы мне пофигу я получила фан и я вообще в восторге осталось любимое выражение о том что типа чем все на таких сложных щах взрослые мужики которые катаются с водных горках на кусках пенопласта я сама все время угораю над тем что люди столько серьезности в это вкладывают хотя это просто должно приносить удовольствие здесь набирала пару месяцев назад я заметила индонезийца но он похож как будто он из папуанова гвинея и он серфил на каком-то материальном пенопласте очень старым очень ободранным кто-то ему видим гдал и вот он пошел за своей мечтой и так круто и он вообще не понимал что он там делает в этом океане и местные болицы которые здесь серферы на пляже которые выросли которых смотрели экспаты как катаются им все экспаты свои доски подавали они его стебали гнобили этикет уважения в обществе он настолько важен чтобы люди не стебали и не будили друг друга и я недавно каталась три назад каталась и встретил этого парня и он начал ловить волны и прям круто потому что он такой счастливый то что он завел свою мечту и реализовала ее на все сложности что него нету денег возможности понимания ты знаешь мне кстати кажется что вот это очень взаимосвязанные штуки у тебя сначала есть мечта заняться серфингом ты начинаешь типа к этому идти сформируешь у себя в голове паттерн что ты можешь чего-то достичь что у тебя есть мечта ты и ты как бы к ней идешь ты реализовываешь ее и после этого ты можешь сместить свой фокус внимания например на реализацию творческую или бизнес а вот то что ты в серфинге что ты научилась кататься и что ты дошла до какого-то уровня тебе просто дает вот этот общий паттерн мозгу что ты можешь что-то начать и достичь каких-то результатов и несмотря на какие-то преграды к чему-то прийти терфинг это образ мыслей сразу ты такой мне только что отвечал там на вопросы с менеджерами я спросила что объединяет ваши целевую аудиторию возраст имейное положение ну какой-то такие банальные вопросы и мне кажется что целевую аудиторию же не определяет кто работает и сколько кому лет а определяет образ мыслей терфинг это про именно про образ мыслей про какое-то такое второе отношение к своему телу к своему сознанию это образ мыслей к получению от жизни куска счастья а не только заработать побольше денег или там накачаться чтобы классно себя показать в инстаграме на аватарочке это уже не как бы не про это вот серфинг это такой про образ мыслей образ мыслей который дарит тебе занятие серфингом и то как он формирует взгляд на жизнь и это классно когда он потом распространяется и отражается на всех других аспектах аспектах твоей жизни да и то что ты в творчество можешь вкладывать вот ту самую свободу и ту самую идею получения удовольствия вдохновения любви к жизни да конечно на этом мне кажется прекрасная заключительная нота машка спасибо огромное класс